Чешуя Так что, если перед вами лежит кусок рыбы с чешуей, а плавников на этом куске не видно, рыбу можно смело есть. Очень смелое утверждение – это устное предание, полученное от Мошера Бейну, который, как мы знаем, рыбалкой и охотой не занимался и всех рыб знать не мог. Сколько видов животных насчитывается в океанах? Великое множество. Более того, каждый год ученые обнаруживают новые и новые виды. Если в 1869 году было известно около 9000 видов рыб, то на сегодня ученые насчитывают уже более 31000 видов рыб и постоянно описываются новые виды. Более 22000 новых рыб за 140 лет. А сколько рыб было известно 3000 лет назад, во время Мошера Бейну? Кто может дать гарантию, что не будет обнаружена рыба, которая повергнет слова мудрецов? А те, кто верят в теорию происхождения новых видов по Дарвину, я сказал именно верят, так как о несостоятельности и несовременности на сегодня этой теории нужно говорить отдельно. Итак, кто верит Дарвину, должен прибавить еще не только неоткрытые виды рыб, а также еще и несуществующие. Зачем мудрецы Талмуда приводят такое смелое заявление, которое можно легко проверить? Ведь если кто-то найдет рыбу с чешуей, но без плавников, вывергает не только Талмуд, но и саму Тору. Взяв толстый телефон из справочника Иерусалима, можно легко утверждать, что в нем есть имя и телефон Сэндера Миллера. Как раз справочник открылся у меня на букву М, и я его там увидел. Но утверждать, что в нем нет Сэндера Миллера, намного сложнее. И может только тот, кто прочитал книгу сначала и до конца, или сам написал ее. Муше и мудрецы Талмуда знали всех рыб, конечно нет. Но они получили эти знания от автора самой книги, Всевышнего, Творца всего мира. Есть рыба обитателя глубоких вод, без плавников и чешуи, а есть рыба с плавниками, но без чешуи. Знакомые нам акулы, сом, угорь, например. И так отвечает на вопрос, есть ли рыба с чешуей, но без плавников, известный доктор их теологии, Арик Диамант. Такая рыба неизвестна, хотя теоретически может быть. Как-то кто-то написал, что нашел такую рыбу с чешуей и без плавников. Даже нашел ее латинское название, моноптерус. Только вот саму рыбу он, наверное, не видел. Или латинский не знал. Ведь в самом ее названии, о повержении ее находки. Моноптерус, моно, один, птера, плавник. И так пишет нам профессор илладского отделения еврейского университета Амциедженин. У этой рыбы, как у всех угрей, есть плавник, да и чешуя у нее циклоидная и не отделяется от кожи. Рыба с чешуей без плавников мне неизвестна. Раб Исхад Зильбер, выступая с лекцией на эту тему по израильскому радио, обещал тысячу долларов тому, кто сможет это повергнуть. С тех пор прошло более 10 лет. Деньги не заплачены, обещание остается в силе. Деньги не заплачены, обещание остается в силе.